ВОКРУГ СПОРТА 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 Стоит отметить, что Росомахина занимается пауэрлифтингом всего 4 года. За это время она успела не один раз заработать медали российских и международных соревнований. Следующим важным вызовом для Алины станет осенний чемпионат Европы, который пройдет в Латвии. Командный чемпионат края по бадминтону начался еще весной. Эти важные состязания в Приморском календаре проходят в 4 этапа. Очередная такая встреча мастеров и любителей ракетки прошла на днях в спорткомплексе Олимпийц. Сражаются бадминтонисты как по одиночке, так и в парах, но любой результат идет в общую копилку города или клуба. Этот турнир разделяет всех участников на три лиги А, Б и С. Если в А самые опытные и старшие игроки, то, например, в С молодые, но перспективные новички. Мне очень интересно играть. Это азартная игра, быстрая. Вот так вот потихоньку можно подниматься на ступеньку выше и занимать уже на каких-нибудь таких выездных соревнованиях первые места. Командный формат добавляет особой ответственности перед игроками. Бьешься не только за себя, но и за общую копилку своего коллектива. А он, к слову, может быть собран из любых друзей, знакомых и даже коллег по работе. Мы уже минимум три года одним составом играем. В прошлом году мы были чемпионами в Лиге Б. В этом году хотим повторить результат. Стремимся к этому. У нас на Даль-Приборе есть свой спортзал, поэтому мы тренируемся еженедельно. Эти игровые встречи также являются проверкой кандидатов на предстоящие важные соревнования. Уже этим летом приморцы покажут себя сначала на Спартакеаде учащихся России, а затем в ежегодном профессиональном турнире Russian Open, который, к слову, пройдет здесь, во Владивостоке. Сезон бейсбола на Дальнем Востоке в самом разгаре. Многие команды уже успели съездить и на Спартакеаде учащихся России, и на другие важные турниры. Одними из самых интересных соревнований в календаре становятся окружные встречи во Владивостоке. В этот раз хозяевам поля компанию составили бейсболисты из Чугуевки, Находки и Хабаровска. Команда, которую на следующий год мы готовим, это до 13 лет маленькие играют команды, которые, ну, они только вот в этом году начинают играть друг с другом, они уже друг к другу тоже присматриваются, как играют, и тогда мы на них смотрим, смотрим их сборную, потом с них сформировать, и команды до 19 лет также будут здесь участвовать. Дальневосточные игры проходили в круг. Все четыре дня ребята боролись не только друг с другом, но и с непредсказуемой приморской погодой. Состязания объединили сразу несколько возрастов. Например, Хабаровский край в этом году привез и детей, и юниоров. Тренеры говорят, что ярче всех себя показывают именно ребята до 13 лет. Перспективную молодежь хабаровчане скоро будут тренировать на новой качественной площадке. У нас сейчас опять возобновилось строительство бейсбольного стадиона на поселке Горьком. Будем надеяться, что в этом году строительство закончится, и на следующий год мы примем приморские команды на этом стадионе. Новая база в скором времени появится и у владивостокских спортсменов. Один из самых заметных и больших стадионов в городе, строитель, уже в конце этого года начнет кардинально менять облик. На оформление настоящей полноформатной бейсбольной площадки при этом не потребуются большие финансы. Договоренности со строителями и властями уже достигнуты. Стадион-строитель – это единственное большое такое общедоступное сооружение спортивное, и мы будем здесь так же, как и для бейсбола, так же, как и для футбола, благоустраивать и специализировать эти поверхности. Что же касается первенства Дальнего Востока, то его победителями по итогу стали две сборные Приморья и Хабаровского края. Ребята младше 16 лет теперь поедут на финальный этап Спартакеада учащихся, а юниоры до 19 лет отправятся в сентябре на всероссийские соревнования. Фраза «катаклизма» в Арсеньеве уже давно не воспринимается как нечто жуткое. Всем местным спортсменам, да и просто любителям активного отдыха известно, что такое название носит целый фестиваль каякинга. В этом году река Арсеньевка собрала несколько десятков любителей этого вида спорта. Река щадящая, здесь нет порогов, нет сложных препятствий. Можно абсолютно любому, через любыми навыками, да, прям взять, сесть и попробовать свои силы. Это единственные в Приморье речные каякерские полноценные соревнования. Ну, то есть, где каяк речной базируется как основной спортивный снаряд. Пасмурная погода с переменным дождем ничуть не изменила планы каякеров. К тому же сама обстановка создавала тепло. Ведь «катаклизма» каждый год напоминает встречу старых друзей. В этот раз на реку съехались опытные спортсмены из Владивостока, Арсеньева, Хабаровска и других регионов. Были и новички, которые в первый раз садились в лодку и тут же пытались бороться за награды. И те, и другие вначале прослушали инструктаж, наценили трассу и подготовили снаряжение. Впереди их ждал целый день, насыщенный гонками и борьбой с водной стихией. Состязания проходят в два этапа. Сначала каякеры поодиночке слетают с рампы и максимально быстро преодолевают триатлон. Гребут веслом, плывут руками, бегут ногами. Испытание выматывает всего за пару минут, но того стоит. Первый раз я вообще в жизни сел в каяк и все, захотел и поехал. Неправильное весло не под мою руку, поэтому мне пришлось грести очень неудобно. Поэтому и куча и косяков, и штрафов. Она заявила, сейчас прыгать будет. Она уже пятый раз участвует, ей два года, она уже пятый раз участвует. У нее очень сильная охватка, она весло держит, даже папе не отдает. И в этом ее секрет. Пока судьи подсчитывали результаты для следующего этапа, на реке началось одно из главных представлений катаклизмы. Презентация самодельных судов. Этой забавной фишкой организаторы не только разбавляют соревновательную часть, но и позволяют проявить свои творческие навыки в грибном спорте. Кто-то внимательно следил за этим забавным шоу, а кто-то готовился к финальной части мероприятия – каякроссу. Среди каякерных соревнований главный приз я считаю, что это победить в каякроссе. Потому что в триатлоне еще сложно тоже выиграть. Конечно, нужно навык, чтобы ты бегал хорошо, плавал на лодке, хорошо плавал. Но в каякроссе тут еще нужно посчитать, тактику сделать так, расставить, чтобы ты максимально быстро приезжал в буйку. Ну и настойчивость, упорство – это очень контактный вид спорта. Ну и сегодня увидите, потому что будет реальная зауба. После долгих отборов и напряженной борьбы определились победители кульминационного каяккросса. Ими стали участники с внушительным опытом. Ну круто, что! Было страшно. Не, не тяжко. Тут в основном доля везения. Кому как повезло. Это каяк-кросс, вот такое дело. Усилие было вложено максимально. Победа далась тяжело. Соперники сильные. Я шел к этому лет пять. Впереди спортсменов ждет основная часть водного сезона. Поэтому каякеры еще успеют покататься по волнам дальневосточных рек и насладиться грибным драйвом. Вот такой выдалась неделя спорта в городе и крае. На этом все. Увидимся в следующем выпуске. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бухгалтера Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Южного музея